Древние египтяне верили, что людьми и природой управляют могущественные боги. Если не угодят люди богам, те разгневаются и навлекут бедствия на всю страну. Поэтому их старались задобрить подарками, молили о помощи и милости. Люди строили для богов жилища, храмы. Они вытесывали из камня большие статуи богов, делали фигурки из бронзы или глины. Египтяне полагали, будто бог вселяется в изображение и слышит все, что говорят люди, принимает их подарки. При храмах находились жрецы, служители богов. Считалось, что именно жрец лучше всего умеет разговаривать с богом. Он знает особые молитвы, хранимые в тайне от других людей. Главный жрец входил внутрь храма, где жил бог. Он натирал статую душистыми маслами, одевал ее, подносил вкусные угощения, а затем удалялся, пятясь, чтобы не повернуться к богу в спину. Фараоны дарили храмам сады и пашни, золото и серебро многочисленных рабов. Подарки делались богам, будто обитавшим в храмах. Распоряжались жеями жрецы. Жрецы были богаты и могущественны, потому что египтяне верили, что они говорят от имени самих богов. Самым главным прекрасным богом египтяне считали солнце. Бога солнца называли Ра, Амон или Амон-Ра. Каждое утро появляется на востоке Амон-Ра. Пока длится день, он медленно плывет по небу в своей великолепной ладье. На голове бога ослепительно сверкает круглый солнечный диск. Оживают растения, ликуют люди и звери, птицы поют, прославляя Амон-Ра. Новый день клонится к вечеру, потому что лодка Амон-Ра спускается с небес. На западном краю неба она вплывает в ворота подземного царства. Здесь бог света Амон-Ра вступает в смертный бой с богом тьмы, свирепым змеем, имя которого Апоп. Сражение продолжается всю ночь, когда повержен змей, снова блистает корона солнечного бога, возвещая наступление нового дня. Люди живут на земле, а над ними раскинулся огромный шатер неба. Египтяне изображали бога земли по имени Геб в виде человека с головой змеи, ведь змея – самое земляное животное. Богиню неба Нут представляли коровой с телом, усеянным звездами. Вначале земля и небо были нераздельны. Нут была женою, а Геб – мужем. Каждый вечер Нут рождала звезды, и всю ночь они плыли по ее телу до края неба. А рано утром, когда появлялся Амон-Ра, Нут проглатывала всех своих детей. Геб гневался на супругу, говоря, «Ты как свинья, пожирающая собственных поросят». Кончилось тем, что Геб и Нут стали жить раздельно, высоко поднялось небо над землей. Особым уважением пользовался бог мудрости тот, у него голова птицы и бисы с длинным клювом. Это он научил людей читать и писать. Богиня Пастет – гибкая кошка, покровительница женщин и красоты. Египтяне поклонялись животным – птицам, змеям, рыбам, насекомым. При одном из храмов Мемфиса содержали большого черного быка с белой отметиной на лбу. Его звали Апис. Вся страна погружалась в печаль, когда этот бык умирал. Жрецы тогда подыскивали нового Аписа. Археологи находят в висках Египта целое кладбище священных быков, кошек, крокодилов, похороненных по особым правилам. Некогда царем в Египте был бог Осирис. Большие темные глаза сверкали на его смуглом лице, а волосы были блестящими и черными, как сама земля на берегах Нилы. Добрый Осирис научил египтян выращивать зерной виноград, печь хлеб. Младший брат Осириса, Сет, был богом пустыни и песчаных бурь. У него были маленькие злые глазки и волосы цвета песка. Сет завидовал Осирису и ненавидел его. Однажды Сет явился на пир в царский дворец. Слуги несли за ним роскошный гроб, украшенный изображениями и надписями. «Кому этот драгоценный гроб придет в пору, — сказал Сет, — тому и достанется». Гостей не удивил подарок, и египтяне с молоту готовились к жизни в стране мертвых. Один за другим гости ложились в гроб, но он был слишком велик для них. Настала очередь Осириса. Едва он лег на дно деревянного ящика, слуги Сета захлопнули крышку. Они подняли гроб и бросили его в воды Нила. Осирис умер. Горько плакала верная жена Осириса богиня Исида. Пряталась она от Сета в густых зарослях на берегу Нила. Нянчила там маленького сына, бога Гора. Когда Гор возмужал, он решил отомстить Сету за смерть отца. Гор вступил с ним в единоборство и в жесткой схватке одолел противника. Долго искала Исида в болотах Дельты гроб с телом мужа. Найдя, она чудесным образом оживила Осириса. Воскрес бог, но не захотел остаться на земле. Стал он царем и судьей в стране мертвых, а Гор – покровителем земных фараонов. Исида же стал защитницей всех жен и матерей. В Египте самое трудное время года – засуха в мае, начале июня. Египтяне верили, что тогда и умирает Осирис. Но вот разливались воды Нила, зеленили поля, деревья. Это снова оживал Осирис. Там есть свет и тепло. В каналах течет голубая вода, зреет зерно на полях и растут сладкие финики на пальмах. Но не всякому разрешат жить в том царстве после смерти. Там распоряжается бог Анубис, которого изображали с телом человека и черной головой шакала. Взяв умершего за руку, ведет он его на суд Осириса, который восседает на троне с жезлом и плетью в руках. Умерший, стоя в белых одеждах, клянется. Я не делал зла. Я не убивал. Я не приказывал убивать. Я не крал. Я не лгал. Я не был причиной слез. Я не поднимал руку на слабого. Я не завидовал. Я не спернословил. Я не говорил дурного о царе. Я не пренебрегал богами. Я чист. Я чист. Я чист. Я чист. Показания умершего записывал бог тот. Правдивость клятвы проверяют. Сердце человека кладут на одну чашу весов, а на другую фигурку богини правды. Маат. Равновесие означает, что умерший не солгал. Он был добрым и праведным человеком. Рядом с весами опирается на передние лапы свирепое чудовище с телом льва и зубастой пастью крокодила. Оно готово проглотить того, кто при жизни творил зло. А праведника пропустят на чудесные поля мертвым. Но для существования в стране мертвых человеку нужно тело, которое могло бы вновь вселиться его душа. Поэтому египтяне очень заботились о сохранении тела умершего. Его высушивали, пропитывали смолой и обматывали тонкими бинтами. Оно превращалось в мумию. Затем мумию клали в гроб, украшенный рисунками и надписями. Саркофаг. На котором писали заклинания и заображали богов. Гробница, где стоял саркофаг, считалась домом покойного. Они верили, что Амон-Ра – царь среди богов, а его сын – фараон, царь среди людей, населяющих Египет. Без фараона, так же как без солнца, невозможна жизнь на земле. Египтяне молили фараона сделать так, чтобы на полях был хороший урожай, а домашний скот приносил потомство – коровы телят, овцы ягнят. Разливы Нилы происходили регулярно в определенное время года. Но египтяне говорили, что разлива не будет, если фараон не прикажет реке развиться. Все должно подчиняться воле фараона не только люди, но и сама природа.